Рождество – один из самых светлых и почитаемых праздников для христиан. В годы упадка православия его практически полностью затмевал Новый год. Но теперь с каждым годом празднование Рождества Христова все больше выходит на первый план. Ведь если Новый год – праздник для тела, то Рождество для души. 6 января в Сочельник во всех приходах Славянского района прошли службы, посвященные этому светлому дню. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с матерью, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Так описывается появление Спасителя Человечества в Евангелии от Матфея. Когда рождается ребенок в семье, вся семья радуется. А когда рождается Богомладенец, приходит Спаситель в мир, то вся семья христианская, православная радуется в этот день. И для нас, всех православных христиан, это великий радостный день – рождение Христа Спасителя, приход его в этот мир. И с приходом его в этот мир человечество получило спасение. В Свято-Успенском храме Славянска-на-Кубани всеношные бдения в честь Рождества Христова начались 6 января в 16.00. Традиционно храм украшали наряженные ели. Стройные празднично звучали голоса церковного хора. Праздничную божественную литургию совершил старший священник Свято-Успенского храма Иерей Максим Пинков. Сослужили ему старшие священники Александр Голубев, Александр Кудлич и священник Василий Ткач. Из открывшихся царских врат священнослужители вышли на своеобразную селью. Так называется возвышение перед царскими вратами. Для удобства прихожан она была вынесена в центр храма. Священник возгласил «Благословен Бог наш», после чего совершил полное кождение храма. Термин «кождение» обозначает окуривание храма ладаном. Этот ритуал призван отогнать злых духов. Храм был переполнен людьми. Несмотря на то, что божественная литургия продолжалась около трех часов, многие верующие приходили в храм с детьми. Не принуждаем, сами понимают это. Мне вообще нравится очень атмосфера, когда все приходят щедровать, и когда такая царит атмосфера хорошая. Выдержать многочасовую службу юным прихожанам бывает сложно. Но само их присутствие в храме для священнослужителей – приятная тенденция. То, что дети шумят в храме – это хорошо. Тем более праздник Рождества, праздник, он такой детский. Дети всегда ждут чудо в этот день, подарки. Мы знаем из истории, что когда наряжали елку раньше, то именно подарки не клались под елку, а вешались на елку. Оказывается, елку в первый же день ребятишки всю ее, как разоряли ее. Естественно, вот эта традиция праздника, торжества, подарков, она переходит с поколения в поколение. Естественно, мы видим в наших храмах детей. И это хорошо, что люди приучают, народ наш православный возвращается к своим традициям и приучают именно в этот день дарить подарки именно детям. С каждым годом возрастает ответственность, с которой православные относятся к празднованию Рождества. Все больше людей стараются не просто в сочельник посетить храм, но и подготовиться к этому, соблюдая сорокадневный пост. Отодвигая на второй план традиционные новогодние застолья. Я вижу, что сейчас русский народ стал больше праздновать Рождество. Именно почему? Потому что это праздник души, для души. Духовный праздник. И считается, что встретить его нужно как положено. То есть попаститься, помолиться. И Новый год многие стараются сдержать пост. Празднуют, да, встречают Новый год с боем курантом, слушают речи президента, но постятся так, как они готовятся к великому празднику Рождества. Двери храма 6 января были открыты глубоко за полночь. Десятки прихожан пришли на божественную литургию, которая длилась практически до двух часов ночи, чтобы вознести славу рождённому спасителю. Мария Климова, Георгий Калинин, программа События.